Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в вечернем горсаду. Посмотрите, вот здесь текло и продолжает течь, но уже по-другому, одесское время. Скульптурная группа Михаила Ревы. Все типы жителей Одессы, вот сейчас зима их даже утеплили. Что любят делать одесситы? Танцевать. Вот танцы их и запечатлели. Скульптурная группа была установлена с такой целью, что можно было наступить на вот это колесо, на круг, и каруселька начинала вращаться. Ведь это вандализм был. Это не жители, это население наступили, решили, что это каруселька, стали вращать, механизм вышел из строя. И, в общем-то, и жители города, и, конечно, скульптур решили, что пусть, пусть вот так вот остановится одесское время до тех пор, пока мы не доживем до другого европейского мышления. Но время не остановилось. Как вы видите, время не остановилось. Молодежь. Все продолжается в Одессе. А сейчас я еще покажу вам одну достопримечательность. Веду к фонтану. Мы все время говорим о вандализме, о том, что это только вот по отношению к памятникам, которые связаны с русской культурой. Да успокойтесь. Вандалы были и есть всегда. Этот фонтан задуман был не так давно, в 2000-х уже годах, как фонтан духов. Лакарен был такой французский в Одессе. И парфюмер, и виноградарь. Ну, в общем, он пытался заниматься всем. Но придумали очень хорошую фишку. Через определенный период впрыскивались духи, парфюмы какие-то в специальные сопла. И здесь был аромат. Ну что ж, нашлись вандалы. Чего там? Я даже вам показывала, как в чаше, но сейчас все это законсервировано, какой-то молодой человек купался на самом верху, в строях фонтана. После этого тоже пришлось ремонтировать. Сейчас я хочу вам показать то, что для меня тоже было в какой-то степени открытием. Наша любимая Одесская ротонда. Так вот, Одесская ротонда – это памятник оккупации Одессы румынами. Во время оккупации румыны были глубоко уверены, что они здесь навсегда. Поэтому они очень много делали для города. Они восстанавливали собор. Они все, что было разбомблено, уничтожено и одними, и другими, в период нападения, в период отхода, они все приводили в порядок. Они создавали нормальные условия жизни для жителей Одессы. И вот они создали вот эту ротонду. Вот, как ни странно, память какая-то добрая осталась. Но ротонда получилась удачная и очень любимая одесситами. Надо отдать дань братьям Дерибасам. Это весь участок между Преображенской, Лонжероновской, Дерибасской и Гаванной принадлежал братьям Дерибасам. В основном, конечно, Иосифу. И Феликсу он все это подарил тогда, когда уехал из города. Кстати сказать, не навсегда, а просто по делам. Санкт-Петербург, где скоропостижно скончался. В Одессу не вернулся, естественно. А все осталось обратно, Феликсу. И пришло время новой власти. Взял как бы эстафету Дюк-де-Ришелье. Он очень любил заниматься садоводством. Есть у него Дюковский сад даже. Поэтому огромное внимание уделялось развитию вот этого городского сада. Вместе это в Асканде. Это, кстати сказать, такое приметное историческое место. Ну да, посмотри, какого года. 1838 года. Вместе этого ресторана был павильон минеральных вод. Что велел Воронцов, когда уже он пришел управлять городом? Он сделал первый общественный туалет. Так называемое отхожее место. Рядом вот с этим вот павильоном минеральных вод. Насколько я знаю, этот туалет общественный был достаточно долго. Он был здесь. Причем это был очень чистый, ухоженный туалет. Но после революции, спустя уже определенные годы, по-моему, даже уже, я не помню, но кажется, после Второй мировой войны, здесь был общественный туалет. Одесский общественный туалет. Это было. Ну, как бы, наверное, коммуникации сохранились, и поэтому легко было сделать. А в летнем театре был большой ресторан. И один ресторан. Там было множество ресторанов. Вообще социально доступным стал к тому времени уже парк. И тогда впервые в Одессе открыли платный туалет. Вот два туалета на такой небольшой парк. Ну, вот совершенно правильно было задумано. Ну, если есть даже минеральные воды, которые могут быть и мочегонными. И огромное количество здесь было пивных. Ну, все это должно было как-то утилизироваться. Мало того, что это личное было приказание Воронцова, так еще и туалет строил и проектировал ни много ни мало сам Бафо. Вот такая смешная, но интересная история туалета. Дерибасу весь подарок пришлось передать на баланс, как теперь говорят, города. Потому что огромное усилие выложил Дюк Берешилье. Растения привозили, семена из Италии, из Франции, из Испании. Из Умани привозили саженцы. Буквально сад был. Сад, настоящий сад. Причем поначалу, когда горсад организовывался, здесь были фруктовые деревья. А потом их вытеснила акация. Кстати сказать, то, что я вам показывала. Одесское время, так на месте этого одесского времени был древнейший дуб. Вот когда он упал, там поставили вот эту скульптурную группу «Одесское время». Франзолий бывший, а новая как? Скандиль. Скандиль. Уже украсили себя. Да, кстати сказать, господа, где-то сегодня уже устанавливают елку. В прошлом году мы думали, что елки не будет. Долго нам говорили, елки не будет. Какая елка? Нет света в городе. Нет денег, ничего нет. Нет настроения, не будет елки. Буквально где-то 29 или 30 декабря поставили елку. Было холодно, очень холодно, не было света. Вокруг работали генераторы. И лампочки на елке зажигались с помощью генераторов. В этом году устанавливаем елку. А что будет завтра, не знаю. Устанавливаем. Одесса готовится к празднику. До встречи, дорогие друзья. До встречи.